Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Скоро в школу фраза, которая бросает в дрожь и детей, и родителей. До начала учебного года еще целый месяц. Еще есть время насладиться каникулами, но уже можно начинать думать о том, как же изменится жизнь с 1 сентября. Как подготовиться к школе и что надо помнить родителям в преддверии нового этапа жизни ребенка. Об этом поговорим сегодня в гостях программы «Детский психолог» Дарья Неретина. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Итак, каникулы не вечные. Дети относятся к 1 сентября как ко дню траура. В общем-то, как и многие взрослые в свой первый рабочий день после отпуска. Соболезнования тут даже, в общем-то, уместны. Но что касается школы, по моим воспоминаниям, школа – это все-таки, ну, как праздник воспринималось. Первые-то классы уж точно, а в старших я помню, что я предвкушала встречу с друзьями, новый этап жизни. Но это же здорово, почему сейчас все изменилось. Галина, а могли бы мы сейчас в качестве эксперимента, да, вы назвать пару слов, которые приходят ассоциативно, когда вы слышите слово «школа». Ну, вот «друзья». Школа для меня – это друзья, общение. Ну, конечно, это осень, это какой-то, ну, режим, распорядок дня. Ну, на самом деле, очень интересный вариант, да, и здорово, что есть такие два полиса. То есть это и режим с одной стороны, но это не только уроки, но еще и друзья и общение. Ведь очень часто, когда я задаю подобный вопрос родителям, им ассоциативно приходят к слову «школа» только уроки, домашние задания, ранние подъемы, родительские собрания, ну, и там много-много всего, да, какого-то. Я почему-то про это даже не подумала, но это тоже, да, конечно. Да, ну, часто это бывает какая-то вот такая негативная окраска, да, но ведь восприятие детей – это отражение восприятия родителей. Вот, и в целом сейчас очень интересный момент, когда и школы, и образование переживают такой какой-то период, когда отношение людей к классическому образованию, оно меняется, да, ввиду этого появляются онлайн-школы, частные школы или семейные школы. Ведь 20-30 лет назад такого вопроса вообще не стояло, да, в какую школу отдать ребенка. Это был самым простым, ту, которую видно из окна. Вот сейчас у родителей большой выбор, поэтому вот это изменение отношения к системе образования, ну, я думаю, что оно тоже отражается и на восприятии детей школы. Вот, ну, таким закономерным вопросом будет, да, и что же с этим делать? Да, как повлиять. Ну, родителям задать себе вопрос, да, как я отношусь к школе, как, что я транслирую своему ребенку. Вот. Важно действительно 1 сентября устраивать праздник. Можно собрать всю семью за столом, порадоваться искренне за ребенка, что он узнает то, чего раньше не знал, чему-то новому научится, да, будет делиться с вами интересными фактами об окружающем мире. Вот. Он становится взрослым. Вот. И как раз вот эта ответственность школьника, который появляется, в принципе, да, в первом классе, раньше этого ребенка не было. Вот. Как раз поздравить ребенка с этим переходом в новый этап его жизни. Вот. Здорово было бы вам вспомнить какие-то свои истории из школы. Ведь действительно школа – это не только уроки, горо-домашние задания. Это еще много чего интересного. Наверняка с родителями происходило что-то интересное за эти 10 школьных лет. Вот. И также школа – это ведь часто то место, где находятся друзья на всю жизнь. Вот. Также здорово было бы с ребенком запланировать что-то на этот учебный год, спросить у него, о чем ты хотел бы научиться, какие ты секции, может быть, хотел бы посещать или наоборот, от каких кружков ты хотел бы отказаться. То есть вот это планирование учебного года совместно с ребенком. А как замотивировать ребенка учиться? Потому что вот мне тоже встретилась фраза о том, что зачем я буду учиться в школе, если, во-первых, мне там половина из того, что мне будут преподавать, мне не пригодится в жизни. Там квадратные уравнения, какие-нибудь там формулы. И во-вторых, все можно найти в интернете. Ну то есть вот, честно говоря, я была немного шокирована от таких тезисов. Я думаю, что такой вопрос, зачем нужна школа, задают себе не только дети, но и родители. Мы же немного затронули этот вопрос вот чуть ранее. Вот. Когда настолько сейчас меняется отношение к классическому образованию, что у родителей действительно часто возникает вопрос, зачем ребенку ходить в школу, когда программу можно освоить гораздо быстрее, да, которая растянута на эти там 11 лет. Вот. Когда как будто бы некоторым кажется, что современная школа не отвечает, точнее классическая школа не отвечает уже современным условиям, да. Вот. Но тут все-таки важно родителям ответить себе на вопрос, да, зачем нужна школа. Вот. Ведь задачи у школы не только образовательные, это и социальные, и психологические, и воспитательные. Помните, как песни была учат в школе, да, там книжки добрые любить и воспитанными быть, там крепко-накрепко дружить, с детства дружбы дорожить, там малышей не обижать, ну и так далее. Действительно все это ребенок встречает в школе. Вот. Также есть такая фраза, что школа это школа жизни. И действительно ребенок там встречается с теми ситуациями, которые он будет встречать на протяжении всей жизни. В школе он строит отношения в коллективе, занимает определенную позицию в этом коллективе. Там он сталкивается с волнением, ну, например, перед выступлением, да, у доски перед всем классом. Сталкивается с этой неопределенностью. Помните этот неприятный момент, когда контроль написано, оценка еще неизвестна, да. Там он учится взаимодействовать с разными людьми. То есть все то, с чем он будет встречаться на протяжении всей жизни. Это к вопросу, зачем ходить в школу, если не брать образовательный контекст. Вот. А вот что касается первой части вашего вопроса, да, как замотивировать ребенка ходить в школу. Здесь такой очень интересный момент. Ведь ходить в школу и там получать пятерки, да, или вот этот интерес учиться, это не одно и то же с оценками. Ведь познавательный интерес, он у детей, в общем-то, есть. Здесь вопрос, как его не убить, да, и он может быть просто направлен не на физику с математикой, которую очень хотят, чтобы родители, да, чтобы был направлен туда. А, например, я знаю, что сейчас дети активно интересуются робототехникой, да, там, каким-то программированием. Вот. И вот там, где речь идет про интенцию самого ребенка, самого ребенка, это как раз нам говорит про внутреннюю мотивацию ребенка. Есть еще внешняя мотивация ребенка, вот там родители уже как-то могут немного поучаствовать. Вот. Ну, например, не знаю, если где-то за границей, да, ребенок сталкивается с тем, что там разговаривает на английском языке, и он там не понимает, что говорят, не может сам выразиться, это дискомфорт, да, или где-то в интернете не может перевести понятие, о чем идет речь, или там слова любимой песни, не понимает, да, как раз родители ему говорят, что смотри, если ты хочешь понимать, то, да, для этого необходимы навыки, ну, английский язык. Вот. То же самое, если ребенок видит какого-то успешного человека в какой-то интересующей его сфере, ну, предположим, не знаю, это какой-то там блогер, да, с там подписчиками, тогда родитель может обратить внимание, а что делает человек, да, какие у него есть навыки, чтобы вот прийти вот к тому, что сейчас у него есть. То есть родители тогда прокладывают вот этот мостик между какими-то знаниями, навыками и к достижениям желаемого. Так по идее школа-то тут ни при чем, тот же английский язык можно и за стенами школы выучить, и при том, наверное, более качественно. Ну, насчет качества здесь, наверное, все очень по-разному, да, происходит и в разных образовательных учреждениях, поэтому, конечно, можно, но здорово, когда всему свое время. А как, точнее, у меня вот еще вопрос такой про школу. А получается, если это место, где ребенок социализируется и получает некоторые навыки вот именно в коллективе, в общении, школа там, где в классе 30 человек и много-много классов, много-много детей, она будет как-то в этом плане полезнее, нежели какая-то, может быть, частная школа, где там 4 человека в классе? Если мы говорим действительно про вот такие ощущения себя в группе, да, про вот эту социализацию, то, наверное, все-таки малые классы, ну, где там 8-7 человек, да, 8 человек в классе, 2 болеют и там ходят совсем мало. Вот, наверное, в этом плане, ну, лучше, если класс там от 15, например, человек. То есть это уже такая качественная группа. Хорошо, вернемся к мотивации. А стоит ли поощрять пятерки как-то, ну, деньгами, подарками? Вот пятерка в дневнике, молодец. Угу. Ну, поощрять точно нужно, да, акцентировать внимание на этом. Вот, ведь если ребенок приходит и рассказывает про эту пятерку, значит, для него это что-то очень важное, да, если он вам говорит, ему это важно сейчас от вас какую-то обратную связь получить. Поэтому хорошо, когда акцентируется внимание на положительных оценках, на каких-то успехов, и меньшее внимание уделяется, там, неудачам или каким-то, там, плохим оценкам. Вот, и что касается поощрения деньгами, такой очень интересный вопрос. Я тут родителям предложила бы задуматься, а какое послание они тем самым ребенку дают? Да, вот эта формула пятерка равно деньги. Ну, во-первых, в этой формуле вообще нету слова знания, там, умения, да, оно здесь пропадает. Вот, и тогда что этим вы говорите ребенку? Мотивация здесь не в приобретении новых навыков или, там, новых знаний, а тогда получить деньги. Вот, и если, там, предположим, во втором классе 100 рублей за пятерку по-русскому, это что-то, ну, действительно, ребенок там постарается это получить, то в классу к четвертому, к пятому эти 100 рублей уже не будут такими желанными. Вот, и тогда, ну, наверное, расценки должны как-то повышаться, да. Тогда до каких пор родитель готов повышать, да, переиндексировать как-то вот эту стоимость пятерки? Если в семье два или три человека, школьник, да, школьного возраста, там, наверное, уже родителям откроют кредитную линию дети, да, в какой-то момент. Вот, поэтому это, я думаю, что это работает на какой-то, но очень небольшой период времени. И это все-таки не про мотивацию учебную, да, и хочется, чтобы в родительско-детских отношениях было все-таки меньше вот этой материальной составляющей. А это какая-то распространенная практика, да? Ну, я знаю, что некоторые, да, часто задают этот вопрос, и это удобный способ такого быстрого результата. То есть для маленьких детей деньги тоже мотиватором становятся? Ну, я думаю, что смотря с какого возраста, но для маленьких детей суммы меньше становятся мотиватором. С подростками уже там уже поторговаться придется. А есть ли разница между рядовой пятеркой и пятеркой на экзамене, за контрольную? Ну, здесь, знаете, на мой взгляд, даже пускай это будет не пятерка, пускай это будет четверка, которая ранее была тройкой, да, или тройка, которая раньше была двойкой. Если ребенок приложил усилия, то есть он действительно потрудился, постарался, да, он что-то сделал усилие над собой, приложил туда много усилий, то, конечно, родители здоровы, если он его поддержит. Это будет поощрение не оценки, а именно вот это вот его старание, его усилие, которое он вложил. Вот, можно действительно устроить какой-то праздничный ужин или подарить подарок ребенку, да, но это будет не подарок за оценку, а как раз, что родители его поддерживают, да, вот подбадривают, что он молодец, у него получилось, можно сказать, что мы гордимся тобой, да, что у тебя получилось. В психологии есть такой интересный эффект, его называют эффект пигмалиона или эффект эрозентали. Вот, когда-то проводили такой психологический эксперимент, вот, где в начале учебного года детям раздали тест IQ, вот, и по, ну, выделили 20% учеников, сделали список с фамилиями, да, и эти списки раздали учителям. Вот, в списках были дети, которые якобы должны были показать наилучшие результаты в течение учебного года. Учителя, имея эти списки, да, в виде фамилии уже, ну, имели какую-то предэкспозицию в плане отношения к этим детям, да, может быть, какие-то уже ожидания, которые могли даже быть и не озвучены. Но, тем не менее, в конце этого учебного года IQ-тестирование снова повторили, и действительно, те дети, которые были в списке, а я повторюсь, что они были набраны совершенно в случайном порядке, вот, они показали наилучший результат по сравнению с началом года. О чем это для нас говорит, да, что если мы искренне верим в ребенка, что у него все получится, дети это чувствуют и начинают верить в себя. Особенно этот эффект ярко проявляется на первом-втором классе. Про первое сентября вернемся к этому моменту. Ну, первое сентября — новая жизнь, да, и у родителей, и у детей. Родители детей, которые идут в первый класс. Если раньше родители могли быть спокойны, они, ну, там, отводили ребенка в детский сад, там, пятиразовое питание, ребенок занят весь день, даже спят там, отдыхают, постоянный присмотр за ними, то со школой здесь все меняется. Здесь уроки первой половины дня, дальше надо как-то организовывать, не знаю, досуг или учение уроков и так далее. Ну, этот вопрос, наверное, актуален для всех детей и младших классов. Для первоклассников, как мне кажется, особенно, потому что все-таки новый этап, с которым не сталкивались ранее, вот что советуют психологи, как правильно организовать вот это время после школы для малышей, и как поступить тем, у кого нет возможности, там, бабушку пригласить, каждый день приглашать? Ну, к счастью, у родителей сейчас несколько больше выбора, да, чем когда-либо ранее. Вот сейчас есть и группа продленного дня в школах, не во всех школах, но я знаю, что есть специализированные центры, как раз вот эта вот продленка, да, которая вне школы, это фирмы, которые могут даже забрать ребенка со школы, там, привезти вот в этот детский центр, организовать там место для подготовления, подготовка домашнего задания, там, обеды, и даже есть услуги водителя, который может отвезти там ребенку на секцию. Вот, то есть, в принципе, у родителей сейчас действительно больше возможности, да, передать кому-то вот эту организацию, ну, логистики, как минимум, да, ребенка во второй половине дня. Но, на самом деле, самая главная рекомендация, неважно, идет ребенок там с бабушкой или с мамой домой, или идет ли он в школу, там, до школьника, это делать перерыв между блоком учебным, да, помните, как в школах была большая перемена, это всегда она обязательно была. Вот это как раз вот перерыв на то, чтобы ребенок размялся, там, перевел дух, да, снова вот немножко отдохнул, вот, там, долгого сидения за партой. В идеале этот перерыв должен сопровождаться прогулкой, это вообще идеальный вариант. И только потом садиться за уроки, потому что часто можно услышать от взрослых, да, что пришел домой, сразу сделал уроки, сделал дело, гуляй смело. Вот, но все-таки вот этот вот перерыв, чередование деятельности, он должен быть. А как помочь адаптироваться ребенку к школе, к новым этим условиям, к режиму? Ну вот, наверное, это особенно актуально для тех детей, кто еще не имеет такого опыта, да, кто еще не был в школе, то есть когда волнение больше там, где у нас нет этого опыта, где еще ребенок не был в школе, он ничего не знает, как организованы уроки, хотя сейчас дети посещают школу дошкольника, то есть есть возможность, да, уже познакомиться там с пространством школы, может быть, с местом, вот. Но, тем не менее, если, например, ребенок ходил в школу дошкольника в одном месте, выбрали на 1 сентября там другое учебное учреждение, да, то таким тревожным детям и тревожным родителям, вот, можно, например, исследовать дорогу от дома до школы, сколько она занимает, да, сколько там светофоров по дороге, что есть вокруг школы, если есть такая возможность, зайти в здание школы, посмотреть, где туалет находится на этаже, то есть такое исследование именно места, где ребенок будет учиться. Вот также для первоклассников очень актуальный такой вопрос, что действительно поможет в адаптации ребенка в школе, это момент, чтобы они могли справиться со своей одеждой, то есть чтобы им было комфортно там застегнуть все вот эти пуговички, да, чтобы они могли самостоятельно справиться с молнией, если на обуви ты шнурки, чтобы ребенок умел завязывать эти шнурки, ведь есть ситуации, когда ребенку нужно быстро переодеться, там, на физкультуру, да, или там, на прогулку, и весь класс стоит, ждет, это будет так добавлять такого стрессового фактора, вот. Ну и есть, конечно, общие рекомендации для всех, это соблюдение режима дня, вот, соблюдение режима сна, младшим школьникам рекомендуется примерно 9-10 часов беспрерывного ночного сна, вот, чередование деятельности, то есть занятия и отдыха, вот, ну и, конечно, распределение комфортной для ребенка и для родителей нагрузки в течение недели, это касаемо дополнительных занятий. А как же новый учитель, новый человек, как вот адаптация, уже когда ребенок пошел в новый коллектив, как помочь, может быть, подсказать что-то, чтобы стаканилось это общение? Я думаю, что здесь важно слушать ребенка, да, и быть такой опорой для него, вот, создать вот эту благоприятную атмосферу, чтобы ребенок мог прийти и чем-то поделиться, что-то рассказать, там, если его что-то волнует, что-то беспокоит. А как же новый режим? Еще уроки в первом классе под 30 минут вроде бы идут, да? Как вот усидчивость? Я думаю, что это зависит от, наверное, учебного учреждения, потому что и 30, и 40, там очень по-разному бывает. Ну, да, как вот этот вот режим, что надо сидеть какое-то время, не вставая за партой, потом есть 10-15 минут побегать, потом снова и так вот. Ну, кто задает этот режим, да? Кто задает режим? Ну, наверное, тот взрослый, который в этот момент находится с детьми, да, то есть учитель здесь, ну, тоже его роль очень важна, да, в вообще адаптации ребенка, поэтому. Учитель, я думаю, что родители здесь в меньшей степени участвуют в организации вот этого режимного процесса, да, во время урока в школе. А как грамотно правильно расспросить ребенка об обстановке в школе? Я читала о том, что вопрос, как дела, он, ну, не дает никакой информации, ребенок не раскрывается. А что надо спросить? Вот отдельно для малышей и еще отдельно, конечно, для уже таких подросших, школьников. Ну, вообще, есть такие вопросы, да, ведь вопрос, как дела, он какой-то очень поверхностный. Он предполагает ответ нормально, да, или хорошо. То есть точно такой же поверхностный ответ. Вот, с малышами можно спросить, а что там больше всего тебе понравилось сегодня, да, что ты сегодня нового узнал, а с чем ты столкнулся, может быть, с какой трудностью, да, что тебе сегодня было трудно. И это нормально, что у ребенка не все всегда получается, да. Здесь очень важно еще, как родители реагируют на какие-то, вот, слова ребенка. Ведь если родитель очень эмоционально реагирует, да, ребенку это может быть неприятно, может быть обидно, если родитель не может в первый момент задержать свои эмоции, да, там, ну, ты что, не мог, не знал, или вот этот яркий какой-то всплеск. Вот, или если родитель очень сильно переживает, показывает это ребенку, то ребенок может ведь, ну, как из такой заботы, да, о чем-то просто родителю не говорить. Поэтому важно вот именно создать вот эту атмосферу, чтобы безопасность, чтобы ребенок мог говорить не только о своих достижениях, но и о своих каких-то неудачах. Вот, и, знаете, по поводу старших, да, ребят в школе, у меня сейчас вспоминается такой случай, я когда работала в школе, один мальчик сказал мне, ему было около 12 лет, он сказал следующие слова. Он мне сказал, спасибо вам, что вы меня просто выслушали и не пытались решить мои проблемы. Вот, мне было важно просто с кем-то поговорить. И действительно, родители иногда впадают, да, в такие крайности, что нужно срочно что-то делать, нужно что-то срочно решать. Но ведь дети уже подростки, вот, им зачастую это не нужно, они сами справятся, да, и важно это показать, что, ребенок, я верю в тебя, я знаю, что ты сам можешь, но если тебе нужна помощь, я рядом. А как на разговор все-таки вывести, ну, вот старших? Ну, вот, точно то же самое. Это предэкспозиция, да, это атмосфера доверия в семье и какие-то просто неповерхностные вопросы. Я думаю, здесь не настолько важны сами слова, сколько важна вот эта открытость, да, родителей действительно услышать, ну, то, что может, то, что говорит ребенок. А можно примеры все-таки таких вопросов? Ну, вот, пример. Что было сложным для тебя, да, или что, о чем ты хотел там сегодня, может быть, не вспоминать, да, что бы ты хотел, если это какое-то такое событие, да, или какой, может быть, ты опыт сегодня получил, да? Ну, такие какие-то более развернутые, неповерхностные вопросы. У нас еще до конца программы осталось немного времени. У меня вопрос по кружкам и секциям. Сейчас, ну, такое время, когда детей, в детей пытаются запихать много всяких навыков, информации, и кружков просто бесконечное множество. И получается, что после школы даже дети обедают в машине по пути в кружки. И так вот, собственно, до глубокой ночи. Насколько это конструктивно, это полезно, что психологи об этом думают? Здесь, наверное, можно подключить специалистов по питанию, да, которые скажут, что обедать в машине, наверное, это не самая лучшая привычка для ребенка. Ну, обедать же полноценный. Да, но на ходу, да? Но на ходу. Здесь, наверное, стоит ответить вообще родителям на вопрос, а зачем, да, зачем? То есть ведь, когда мы выбираем какие-то кружки, мы от каких-то кружков отказываемся. То есть вот это вот наполнение максимум, да, что там? Это, ну, как один из вариантов, там, невозможность сделать выбор, может быть, да, или невозможность от чего-то отказаться. А тогда все-таки вот эти изнеможденные дети к концу недели, да, точно такие же уставшие родители, которые, ну, просто достаточно тяжело вот эту логистику обеспечить. Вот. Ну, кому это идет на пользу? И помимо, вот, там, вот этих факторов распорядок, неозагруженность его, как он справляется с этой нагрузкой? То есть есть дети, у которых действительно больше работоспособность, да, им это может быть комфортно. Вот. Но есть дети, которым нужно больше времени, чтобы там раскачаться, что-то сесть, собраться, что-то сделать. Вот. Тогда только ориентируются по собственному ребенку. В секции вкладывается такой очень большой смысл, как будто вот развитие, как будто ребенок развивается только вот на этих секциях, да, и в школе. Вообще-то вокруг тоже очень интересный мир есть, и выставки, есть музеи, и даже просто прогулка на набережную с родителями, да, порой она все-таки более, ну, если можно сказать, больше пользы принесет, да, чем вот эти вот многочисленные кружки. А должны ли родители делать уроки вместе со своими детьми? Ведь сегодня такая уже нормальная устоявшаяся практика, когда садятся вместе и учатся, и родители начинают снова с первого класса постигать всю школьную программу. Это такой второй шанс, да, у родителей там выучить английский, как раз о чем мы говорили, да, или что-то. Но родители все-таки свои уроки уже сделали. И тут важно понимать, что уроки — это ответственность ребенка. Родитель рядом, если ребенку нужна помощь, если ребенок просит помочь, да, что-то, особенно там младшие школьники, там, не понял задание, да, или что-то не может найти, там, страница учебники, ну, какие-то такие вопросы, то родитель действительно рядом может подхватить, немножко помочь, но не делать задание за ребенка. А как помочь, как научить детей самим учиться? Может быть, какие-то есть советы для родителей? Ну, как раз это ограничивать себя. Да, да, и там, где ребенок все-таки справляется сам или, может быть, не справляется с каким-то заданием, да, это его возможность тогда понять. Не родителю сделать за него сейчас в моменте быстрее, да, и всем лечь спать наконец-то. Вот, все-таки возможность ребенка чему-то научиться. Вот родителям требуется организовать время и место для подготовки домашнего задания. Ну, как вот он пошел гулять или он, там, играет в компьютер, смотрит телевизор. Как убедить ребенка, что надо прервать эти все занятия и сделать уроки? Я думаю, здесь помощь родителям просто-таки распорядок дня, который можно составить вместе с ребенком, когда уже устаканилось расписание, там, к середине сентября. Вот, здорово, если расписание висит где-то на видном месте, что ребенок сам привыкает планировать, да, он видит, где у него свободное есть время. Обязательно должно быть свободное время, которое ребенок распределяет сам. То есть никогда это вплотную занято все, да, когда есть у ребенка, ну, время и поскучать, и помечтать, или что-то придумать, ведь именно тогда вот фантазия проявляется. Вот, когда у ребенка, как сейчас часто встречается, настолько заполнен день, что даже нет времени на какое-то, ну, просто не занятие, а на просто игру, да, а малышам все-таки, ну, младшим школьникам это все еще нужно. Как мотивировать ребенка соблюдать это расписание? Здесь речь идет все-таки про договоренности и про соблюдание родителям этого, да, общего расписания. Когда границы есть, и у младших детей они, ну, это как общее правило, которые заведены в семье, да, там, ребенок, мы с тобой сегодня планируем, там, твою неделю, давай, что ты хочешь, да, что ты хочешь, чтобы не было, как мы можем это вместить. Все-таки рамки школы у нас тоже ограничивают, это начало уроков, да, время и окончание уроков. Вот, остальное время можно распределить вместе с ребенком. Повторюсь, опять же, оставляем ему свободное время на собственные какие-то дела. Спасибо большое, Дарья. Ну, в завершение выпуска давайте дадим родителям какие-то рекомендации, послания, как настроить и себя, и ребенка на правильный лад с начала нового учебного года. Ну, хочу сказать, дорогие родители, пока ваши дети, еще дети, они очень нуждаются в вас, в вашей поддержке, в вашей любви. Но совсем скоро они вырастут, поступят в институты, может быть, переедут в другую квартиру, в другой город. Они станут совсем взрослыми. И сейчас то самое время, которое больше никогда не повторится. И, пожалуйста, не забывайте о том, что ваши отношения с детьми важнее всех оценок и всех показателей успеваемости. Спасибо большое, Дарья, за интересную беседу. Ну, школьникам и родителям остается пожелать успешного старта в новом учебном году. А мы с вами прощаемся. Это была программа «Разговор по душам». Увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова